Ола, YouTube! Сегодня будем собирать детектор отсутствия напряжения в сети. И несмотря на то, что это устройство имеет довольно ограниченную область применения, всё равно при его сборке можно научиться много чему полезному в электронике. Как и любое мало-мальски сложное устройство, оно начинается с составления схемы. Смысл этого устройства в том, что оно вставляется в розетку и следит за наличием напряжения в сети. Как только оно исчезает, девайс начинает громко пищать. Это устройство поможет, например, оператору котельной, которому приходится в течение всей смены следить за котлом. Даже при кратковременном отключении электричества придётся его перезапускать. Знаю, что того же эффекта можно было бы достигнуть при помощи мультивибратора и пары транзисторов и реле, но я решил воспользоваться самой мелкой ардуиной, чтобы добавить возможность программировать его. Например, менять громкость или частоту звука в зависимости от того, как давно отключилась электричество. В этой схеме микроконтроллер будет следить сразу за несколькими напряжениями. Напряжением в сети, напряжением после блока питания на 5 вольт и напряжением на литий-ионной батарее. Это позволит обнаруживать не только отсутствие напряжения в сети, но ещё такие проблемы, как отказавшие блок питания на 5 вольт и отказавшие зарядное устройство. Или, например, разряженная батарея. Я очень ленивый человек, и даже для расчёта одного резистора для светодиода я использую калькулятор, хоть это можно сделать с вычислением в одну строчку. Продолжение следует... Кусок схемы с определением наличия напряжения в сети просто понижает ток напряжения при помощи двух резисторов. Две штуки будут более эффективно рассеивать тепло. Далее идёт оптопара, которая гальванически изолирует сети от микроконтроллера, при этом передавая импульс частотой 50 Гц и напряжением 5 вольт на вход ардуини. Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле я не совсем уверен, что часть схемы с детекцией напряжения работает, поэтому я собрал её на макетке. Работает она очень просто. Вот сюда вот входит сетевое напряжение, проходит через предохранитель и два резистора на 100 км, четверть ваттных. И доходит до оптопары, где на безопасной стороне к нам через оранжевый и белый провод подключены 5 вольт. Через жёлтый провод снимается сигнал. Всё довольно просто, но стоит это протестировать. Разумеется, так как тут есть 220 вольт, я не советую это повторять дома. Если кого-то убьёт, то я не виноват. Теперь, чтобы протестировать эту схему, я включил свой мультиметр в режим измерения частоты и включаю сначала сетевое напряжение, потом 5 вольт. И вижу, что на экране появилась примерная частота сетевого напряжения, 50 Гц. Если я сейчас отключу его, то показания пропадут. 0 Гц. И опять включу. Да? 50 Гц. Кажется, работает. Теперь можно приступать к сборке схем. Передо мной на столе лежит всё, что нам понадобится для сборки. Во-первых, это старый блок питания от ноутбука, который мы используем в качестве корпуса. И тут даже вилка есть. Более того, кое-что из его потрохов нам тоже понадобится. Зарядное устройство для мобильника, которое мы будем использовать как блок питания на 5 вольт. Любой микроконтроллер. Я вот взял у Arduino Pro Micro. Выключатель питания. Повышающий преобразователь на 5 вольт. Предохранитель. Можно взять тот, который внутри блока питания, но этот мне больше нравится, потому что его можно сменить. Литиевая батарейка из любого старого телефона. Зарядное устройство для неё. Разумеется, макетная плата, на которой мы это всё будем собирать. Вот это вот наш набор для пищалки. Транзистор, пищалка и резистор на 1 кОм. То, что будет измерять наше напряжение в сети, это вот оптопара при резисторе и диод. Ничего не могу сказать. Оптопара выглядит как вот такая вот микросхема с двумя ножками, бывает и с шестью. И можно её выбрать из многих блоков питания. Можно также купить в магазине радиоэлектроники. И обычный светодиод. Ну что ж, приступим. С блока питания можно выпаять предохранители варистор. Они нам понадобятся для безопасности нашей схемы. Вот эта вот зелёная капля в термоусадке как раз то, что нам нужно. Варистор. Предохранитель находится рядом с ним. Также я, наверное, выпаю предохранитель, просто чтобы показать, как он выглядит. Вот такая вот непонятная чёрная штуковина. Но если с неё срезать оболочку, то будет видно, что это предохранитель. Бинго! На плате от блока питания нашёлся ещё и варистор. Вот он, синий. И белая оптопара. Оптопара нам подойдёт. Но если посмотреть, где находится варистор, он находится как раз на низковольтной части схемы, как раз где все эти конденсаторы и всё такое. И поэтому можно даже не проверять, по вольтажу он нам не подойдёт. На этом номинал 100 вольт. Так что его придётся достать где-то в другом месте. Оптопар уже можно выпоить. Это, пожалуй, всё, что нам понадобится изнутри этого блока питания. Так что остальное можно выкидывать. После того, как я срезал оболочку с варистора, выяснилось, что это не варистор, а термистер. Поэтому варистор придётся достать где-нибудь ещё. Выглядят они вот так. Можно их достать из блока питания. И можно купить в магазине радиоэлектроники. Они похожи на конденсаторы, но тем не менее у них вот такая вот необычная маркировка. Вот этот, например, как видно по маркировке, 332, рассчитан на 330 вольт. И он подойдёт для наших целей. Самое время избавиться от лишних деталей в этом блоке питания. Вот эти два проводка – это 220 вольт, а вот от этого USB-выхода мы избавимся и просто подпаяем к нему проводки. Для начала запаяем наш микроконтроллер в макетную плату. Как видите, самое главное для надёжной пайки – это много флюса. Любую проблему можно будет решить, просто намазав больше флюса. Теперь соберём ту часть схемы, которая поместится на макетное платье. Продолжение следует... Расположение элементов, которое я выбрал, не совсем удачное, потому что в этой схеме есть силовая часть. Если её, конечно, можно как назвать. Это та часть, где есть сетевое напряжение. Всё от розетки до автопары. И эту силовую часть надо разносить как можно дальше от всей остальной схемы. Поэтому, если кто-то будет повторять эту схему, советую как можно дальше разнести пин А0 и сетевое напряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА